Здравствуйте, дорогие детишечки! Сегодня мы вам почитаем сказочку Кот в сапогах А поможет мне ее прочитать Моя доча Таисия И Эмилия Так, слушай внимательно, детки Умирает старый мельник И оставил Троим сыновьям мельницу Осла и кота Братья поделили наследство между собой Старший взял себе мельницу Средние осла А младшему достался кот Загоревал младший брат Погладил свое наследство по спинке И сказал Братья могут честно зарабатывать себе на кусок хлеба А мне, видно, придется умирать с голоду И тут кот вдруг говорит Человеческим голосом Не горюй, хозяин Дай мне мешок и пару сапог Чтобы не было больно мне ходить по кустам Вот увидишь Что ты не так обделен судьбой Как думаешь Очень удивился младший брат Но сделал все, как кот сказал Кот надел сапоги Перекинул мешок через плечо И пошел в лесок Где водилось много кроликов В мешок он положил травы И стал ждать Когда какой-нибудь любопытный кролик Сунется в мешок Едва он Едва он улегся Как тут же Молоденький глупый кролик Вскочил в мешок Кот схватил мешок Завязал его веревкой И, радуясь своей добычей Пошел к королю О, государь Мой господин Маркиз Карабас Таким именем Решил кот назвать Своего хозяина Слушай Поручил мне Донести вам кролика В подарок Скажи своему господину Ответил король Что я очень доволен На следующий день Кот со своим мешком Затаился в пшенице И поймал двух куропаточек Затем, как и в прошлый раз Отнес ко двору Король благосклонно Принял и этот подарок Благосклонно То есть с удовольствием Королю понравилось Больше месяца Каждый день Приносил королю Дичь кот От имени своего хозяина Вот однажды Услышал кот Во дворце Что король собирается Прокатиться по берегу реки Со своей дочерью Прекрасной принцессой Прибежал он к хозяину И говорит Послушай моего совета Хозяин Если хочешь стать счастливым На всю жизнь Ступай сегодня купаться на реку И об остальном не заботься Удивился младший брат Но послушался кота Пошел он на реку Стал в воде плескаться А в это время Король ехал мимо Вдруг кот закричал Помогите, помогите Господин маркиз Короба стонет Король высунулся из кареты Узнал кота И приказал Спасти господина маркиза Карабаса Слуги бросились Выполнять приказ Тем временем Кот рассказал королю Что пока его господин купался Мошенники унесли его платье На самом же деле Плут сам спрятал одежду Король приказал Принести маркизу Карабасу Самый лучший костюм Маркиз Карабас Был хорош Собою и строя А в богатом-то Королевском наряде Еще краше стал Король пригласил Госта сесть в карету И прокатиться Вместе А кот побежал вперед Впереди кареты Попытались Попались ему на пути крестьяне Косившие луг Кот закричал им Эй вы Косари Косари Те кто траву косит Эй вы Косари Если не скажете королю Что эта луга Принадлежит маркизу Карабасу Вас ждет страшная казнь Король проезжая мимо Действительно Спросил косарей А чьи это луга Косит Маркиза Карабаса Ответили ему Помню угрозу кота У вас прекрасная луга Сказал король Маркизу Карабасу Тем временем Кот все бежал И бежал вперед Встретились ему люди На жатве Он закричал им Эй жрецы Если вы не скажете Что все эти хлеба Принадлежат маркизу Карабасу Вас в порошок сотрут Через некоторое время Король проезжает Мимо полей Пожелал узнать Чьи это хлеба Маркиза Карабаса Отвечают ему Жнецы А кот все бежал Впереди кареты И всем Кого встречал Наказывал Одно и то же Король был поражен Богатством маркиза Карабаса Вот кот прибежал В прекрасный замок Принадлежащий Людоеду Который был Настоящим хозяином Всех земель И полей Кот вошел В большущий зал Поклонился Людоеду И вежливо Сказал Что проезжал Мимо замка И решил узнать О здоровье Его владельца Людоед пригласил Кота за стол Откушали они Коту было известно Что страшный Людоед Может превращаться В разных Животных Говорит И решил Чуть-чуть Схитрить Говорит Говорят Что вы можете Превращаться В слона Или льва Да Это правда Басом ответил Людоед Вот смотри Стану львом И превратился Во льва Кот увидев Перед собой льва Сиганул И На окошко Прыгнул А когда Людоед Снова принял Человеческий образ Кот спустился На пол И признался Что очень Испугался Еще говорят Сказал он Будто вы сможете И самым Маленьким зверьком Например Крысой Или мышью Обернуться Откровенно скажу Я не верю Этому Не веришь Зарепел Людоед Ну смотри И в тот же миг Он превратился В мышь Маленькую мышку Кот сейчас же Бросился на нее И съел Тем временем Король Подъезжал К прекрасному Замку Людоеда Кот увидел Карету И кинулся Навстречу Милости просим Ваше Величество В замок Господина Маркиза Карабас Как Господин Маркиз Вскрикнул Король И замок Это тоже Вам принадлежит Да Ё-моё Мой А что делать Король В сопровождении Кота Наш Пошел В замок Маркиз Подал Принцессе Руку И они Последовали За королем В большом Зале Их ожидала Великолепная Закуска Отведав Изысканные Кушания Король Вдруг Сказал Не хотите ли Господин Маркиз Быть моим Зятем Маркиз Поблагодарил За Маркиз Поблагодарил За Оказанную Честь Принял Предложение И в тот же День Обвенчались Принцессы Кот С тех пор Стал Важной Персоной И уж больше Не ловил Мышей Ну Если только Разве так Для развлечения Не знаю Дядке Понравилась Вам или нет Сказочка Надеюсь Понравилась Да Все Помаши Таечка Всем ручкой Помаши Все Всем пока До следующей Встречи